Добрый день, дорогие садоводы-любители! Наконец-то у нас в Сибири начали сажать красиво цветущие кустарники. Появились в наших садах такие шикарные гортензии. Рядом с цветущим кустом гортензии не смотрятся даже розы. Саженцы гортензии предлагают садовые центры. Они продаются и на выставках, но цены, на мой взгляд, необоснованно высокие. В 2017 году это было 700-900-1200 рублей за кустик, в Красноярске в частности. Тем не менее, приобретая по одному кустику понравившихся сортов на несколько хозяев, на любителей, можно спокойно уже в этом году, в год, когда вы купили гортензию, самостоятельно его размножить. Оказывается, сделать это почти так же легко, как и черенковать смородину, жимлость, соблюдая несколько правил. Сейчас я вам это покажу. Кстати, есть еще вариант получения черенков, вот как у меня они сейчас. Это попросить прислать их почты отдыхающих или живущих на юго-западе России. Не важно, садоводы они, не садоводы, гортензию отличить от акации они, наверное, сумеют. Такие веточки вот пришли ко мне в посылке 1 ноября. Как видите, есть, конечно, некоторые проблемы у них, но упакованы в полиэтиленовый пакетик, в коробочку с влажной салфеткой они вполне себе дошли. Еще один момент. У нас в Сибири зимуют, спокойно зимуют, с легким укрытием, только гортензии метельчатые. Это, видимо, гортензия широколистная. Ее тоже можно сажать, но ее надо будет убирать либо в контейнер и на зиму убирать в подвал, там, где у нас хранится картошка, морковка и прочее. Либо очень хорошо укрывать, перегибать ветки, закрывать, укрывать земляной ком. Вот такие веточки, полученные мной в посылке. Дошли они за 14 дней. Немножко, конечно, холодно уже, подмороженные. Ну, что имеем. Так, как мы их подготавливаем. Смотрим веточку. Здесь уже, видите, осень, как я сказала, здесь сформировались уже почечки. Это очень хорошо. Вот, намеченные почечки. Так, однозначно нижние листья мы убираем. Это всегда. То есть, аккуратненько лезем. Мне нравится работать лезем, так как слезы чистые, легкие. Так, убираем нижние листья. А макушка, какая бы привлекательна она нам, она не была, она нам не подойдет. Потому что это слишком нежная часть. Они и так... Ну, здесь уже более один синело жестких стебелечек. Здесь в твете еще все нежное, мягкое. Макушку мы удаляем. Аккуратненько. Потому что по листьям будем смотреть еще, что нам оставить. Все-таки она уже не такая и нежненькая. Так. Вот получили такой черенок. Одно междоузлие у нас пойдет для того, чтобы пошли корни с этой части. Одно междоузлие будет сверху. Смотрим, что у нас со вторым. Ну, и второй оставим. Оставляем этот листик. Этот у нас подмороженный. Мы от него оставим только кусочек. Так как смысла уже нет. Здесь, значит, этот черенок. На расстоянии примерно 1,5-2 см делаем косой срез. Так вот. Отрезаем аккуратненько. Вовный чистый срез у нас. Делаем аккуратно продольные вот так. Чуть-чуть совсем царапинки. Для того, чтобы в этих местах, где травмирована наша кора, легче образовался калийс и пошли корни. Берем второй череночек. Посмотрим, что мы тут имеем. Здесь много листьев. Сразу же убираем нижний, чтобы нам было видно, что мы им имеем. Когда вы будете отправлять посылку, конечно, столько листвы не обязательно. Но, как я сказала, отправить вам могут и далекие от садоводства люди. Спасибо им на этом. Так, оставляем. Вот смотрите, какие хорошие почечки. Здесь, здесь. Макушку тоже мы удаляем. Наверное, на этом уровне. Да, три междоузля будет достаточно. Смотрим, что мы имеем из листвы. Столько много листьев оставлять, конечно, не надо. Так как они будут испарять влагу, тянуть силы у растения. Хотя там есть запас питательных веществ. Поэтому листья мы укорачиваем. Если вы будете делать укоренение летом, то лист мы не трогаем. Этот я удалю. Вот, видите, поврежден морозом. И вот эти все листья мы вот так вот ровненько подрежем. Получились такие череночки. Как мы их сажаем? Для того, чтобы их посадить, нам надо подготовить емкость с землей. С землей берем рыхлую. Обязательно добавление песка, вермикулита. Так как гортензия любит влагу. И постарайтесь найти... Я вот добавила ёлочный опад. То есть, гортензия любит кислую почву. Если у вас кислый торф, и вы знаете, что это кислый торф, добавляйте его. Можно добавить хвою. Где-то под ёлками, под соснами, что вы найдёте. Собрать хвою и также перемешать в грунт. Стаканчик мы подготовили. Если вы опять-таки это делаете летом, лучше взять пошире, побольше. Его можно вкопать будет в землю с большими отверстиями. В донышке, чтобы не было застоя воды. Веточки мы сажаем под углом 45 градусов. Предварительно делать отверстия не надо здесь. Так как они достаточно жёсткие, можно просто вставить. Вот так мы их втыкаем. Глубоко, сильно не надо. То есть, мы их погружаем, опускаем наше междоузлие и до верхнего. Для того, чтобы гортензия укоренилась, нам надо обязательно создать ей мини-парник, мини-тепличку. Обычно я использую для этого что-то в таком виде. То есть, обрезанная бутылка. Мы её обрезаем, ставим. Она встаёт достаточно плотно, но тем не менее, какие-то зазорчики есть. Этого достаточно для вентиляции. В летний период времени, если у вас горшочек маленький, можно стаканчик. Если большой, то обрезанную 3-5 литровую бутылку. И оставляем. Сейчас наша задача только следить за тем, чтобы земля там не пересохла. Но при такой тепличке, в принципе, это надолго. Так как осень, возможны варианты, что листья у нас через какое-то время опадут. Это не страшно. Наша задача, чтобы там образовались корни. В холод мы не ставим. То есть, не надо ставить на холодный подоконник. Поставьте где-то просто в комнате, в тёплое место. Комнатной температуры будет достаточно. Сейчас я вам покажу совсем маленький череночек. Осенью он был тоже посажен в горшочек. Спустя какое-то время опали листья. Я решила, что он засох. Но тем не менее, достав его, я убедилась, что процесс корнеобразования прошёл достаточно успешный. Листья у нас уже отрастут весной и летом. Так как всё-таки это растение листопадное, то для него свойственно сбрасывать листво. Вот такой маленький череночек. Ну, из-за недостатка, скажем так, посадочного материала. Был мной посажен в горшочек. Спустя какое-то время, ну, наверное, через месяц, листва у него опало. Сейчас мы посмотрим, что у нас там специально не стала поливать. Чтобы посмотреть. Вот. Что у нас образовалось, так как он требует пересадки. Вот, видите, уже пошла корневая система. То есть, это живое растение. Корешочки, конечно, тут слабенькие надо. Видите, земля садовая, не совсем ему подошла. То есть, сейчас я пересажу его в более рыхлую почву соответствующую. Мы будем следить за поливом. Ну, это, как я ещё раз сказала, при недостатке посадочного материала, был маленький вот хвостик, веточки. Конечно, не сильно жизнеспособный. Чуть ранее были посажены, ну, такой же, в то же время, это где-то август месяц. Вот череночек посажен. Он вполне себя неплохо чувствует. Листики растут. Всё это сорт ванилла фрэч. А это уже июльская посадка гортензии. Сейчас я покажу. Вот, видите, череночек был, черенок осажен вот таким размером. Отпустил два роска. Два и вот третий наметился. Сейчас 1 ноября. Вот такое растение у нас выросло. То есть, с черенка у нас, вот с такой палочки, с череночка, выросли две веточки. Вполне себе неплохой кустик. Самая главная особенность, скажем так, при выращивании гортензии с черенка, ну, во-первых, сажаем под углом, обязательно веточку, желательно под углом там, ну, хотя бы 15-30 градусов. Вот, самое главное, это зимовка первый год. Вот, то есть, нам надо эти растения сейчас высаживать в грунт нежелательно, так как они могут не перезимовать. Первую зиму нам надо оставить их зимовать в квартире. Вот, единственный такой нюанс. Либо, если у вас есть возможность, то вы относите это, после того, как опадают листья в подвал, и там следите за влажностью, за температурой, ну, если есть такая возможность. Если нет, тогда оставляем в квартире наши растения. Мы уже получили корневую систему, получили прирост от них, и занимаемся в зимнее время укоренением полученных нами черенков. Черенки можно, как я говорила, получить либо по почке от знакомых, либо при осенней обрезке гортензии у знакомых, у кого-то. Либо, как вот в нашем случае, мы купили разные сорта и обмениваемся. Это вот сорт фантом у меня, это другого сорта. Как видите, ничего особо сложного здесь нет. Потратить буквально пару минут на подготовку черенка и посадку, это по силу любому. Пришивается им достаточно неплохо. В летний период времени гортензии у нас, ну, у меня, наверное, из трех, две точно прижились. Но это был первый год, там особо отрезать нечего. Конечно, когда вот с такими маленькими вот веточками экспериментируешь, то результат соответствующий. Итак, пробуйте. Я думаю, это все реально, это все в наших силах. Я за то, чтобы сады у нас были красивые, цветущие. Кортензия цветет очень долго, шикарно. Привлекает внимание. Сделать это не так сложно. Еще раз повторюсь, сажаем черенок, делаем мини-тепличку. Летом, если вы это делаете, то ставите вот эту всю конструкцию под куст дерева. То есть не на прямые солнечные лучи, не на подоконник, а куда-то в тень, даже не в полутень, а скорее всего в тень. Можно занести в теплицу. Укореняется неплохо, если она стоит. Ну, пусть тоже под запрытием, но в тепличке. Верхнюю часть баночки, верхнюю часть укурития можно снять нашей мини-теплицы в тот момент, когда из почек пойдут ростки, если это летний период времени. Так, только тронулись веточки, немного погодя, буквально сантиметр-два они отрастут. И снимаем нашу мини-тепличку, даём растению потихонечку закаливаем и даём ему расти опять-таки в полутене, не на солнечных лучах. Так как наша задача отрастить корни и получить одревесеневшие приросты. Итак, прошло почти три недели с того момента, как мы поставили черенки гортензии на укоренение. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Я сняла пакетик. То есть, листья большие, основные отпали. Но, тем не менее, видите, пошёл рост. Как и положено, то есть, с каждой почкой по два росточка. То есть, я так думаю, что процесс укоренения там идёт своим чередом. Достаточно успешно. Не забываем, что ставим на солнечное место. Ну, на светлое место, а не на солнечное. Этот череночек у меня пока сидит без движения. То есть, листики остались. Черенок зелёный. Тургор хороший у него. Ну, роста пока нет. И вот в этой баночке у меня было два растения посажено, два черенка. Один из них, вот крайне, видите, пошёл тоже рост. Вот розеточка пошла. То есть, с двух почек пошли ростки. А вот у этого черенка всё-таки он пришёл, видать, достаточно подмороженные листики чёрные. Вот это мы сейчас уберём. Но ствол вроде бы зелёный. Шансы у него есть. Такое ощущение, что макушка тоже тут несколько тронулась в рост. Сейчас я ему поправлю листики. И подождём. Конечно, в отличие от этого, он в несколько более печальном состоянии. Но не забываем, что я их получила в посылке уже достаточно там подмороженные. Сейчас я листики поправлю и оставим его ещё на укоренении. Вот в таком виде я его несколько подстригла. Зелёной массы ему предостаточно. Будем ждать, что он всё-таки тронется в рост и нормально укоренится. Так, здесь уже можно считать положительный результат. Вот так вы можете получить гортензий достаточно легко, бесхлопотно. Единственное, что надо их додержать будет до весны дома. Пока они растут, пусть они растут. Когда они начнут сбрасывать листья, надумают, как те черенки, которые я укореняла летом. Сейчас я вам их покажу. То тогда ближе к подоконнику, к прохладному месту поставить. И уже весной у вас будут прекрасные, хорошие растения. Как видите, у нас действительно зима, лежит снег по дворе. А мы занимаемся с вами любимым делом, садоводством. Срезанные соцветия гортензий прекрасно стоят. Их не надо сушить, просто ставить их в сухую. А вазочки они стоят. Вот этим срезанным соцветиям уже два года. Они практически не выгодны, сохраняют форму, цвет не отлетают. Так что можете использовать в зимних букетах. Всё, до встречи. Смотрите мои каналы. Будем также просто укоренять, прививать, сажать и пересаживать другие растения. На радость себе, своим знакомым и соседям. Жду вас.